Прицеп PAS 742 был разработан и построен в 1955 году в двух вариантах – штабном и автолавке. Кузова были цельнометаллическими и устанавливались на двухосное шасси. У штабного прицепа PAS 742 остеклялись обе боковины, по три окна с форточками. Сзади находилась одностворчатая дверь и стационарная подножка, а также крепилась лестница на крышу. Предполагалось, что она будет необходима для быстрого развертывания антенн радиосвязи. Оснащение штабного прицепа было сходным с автобусом PAS 654, столы, сидения, шкафы и стеллажи для размещения и закрепления радиоаппаратуры, стрелкового оружия и прочее. В 1955 и 1956 годах в отчетах о выпуске значится четыре прицепа PAS 742. В дальнейшем их выпуском занимался Львовский автобусный завод, куда была передана техническая документация на прицепы, как штабной, так и автолавку. Интересно, что разработкой прицепов PAS 742, PAS 743, а также полуприцепов PAS 744 занималась группа ведущего конструктора Булекова, ставшего впоследствии главным инженером, а затем и директором автобусного завода. Булеков проработал директором PAS за 17 лет с 1969 по 1986 год. Это был своеобразный рекорд, дольше него никто этой должности не занимал. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok